Аллилуйя! Замечательно! Драгоценные братья и сёстры, рад видеть ваше подключение. Это большое ободрение для нас, для всех, несмотря на те сложности, которые возникают. А они, к сожалению, возникают по всему миру, и мы хотим избежать и сохранить жизни и здоровье людей. То есть, я, наверное, поправлюсь. Мы хотим, чтобы Господь это всё держал, давая нам мудрость. Отец наш Небесный, мои благодарны Тебе за это удивительное время, время песнопения, общего, общих песен. А вступление этой сольной песни, Господь, благодарим Тебя за это чудо ободрения и объяснения. Множество источников, которые Ты нам даёшь. Благослови изобильно и продолжай прикасаться к нам и обучать, Кто Ты, кто мы, Твой путь, Господь, постижение Твоей истины, наслаждение Твоей жизнью. А нам есть чем наслаждаться и радоваться. Во имя Твое, наш Господь Бог и Спаситель Иисус Христос, мы просим и молимся. Аминь. Ещё раз хочу сказать, что вступление было замечательное, песнопения были замечательные. И нам большое спасибо за общие песни. Вообще здорово ободряет и вслушиваться в то, что поётся. Мне понравилось в проповеди пастора Нурлана атрибуты и акценты Бога. И, кроме того, это его черты характера и как он наделяет нас. Очень интересно, как пастор Нурлан обнаружил, что у ангелов радости намного больше, чем у нас. Он ошибается. Потому что, по вере того, ой, слушайте, что там творится сейчас на небесах. Скажите, ангелам нужно прощение? Нет. Святые ангелы, они так и есть святые. Кроме того, они ещё чего-то, вглядываясь в нас, изучают. Что они изучают? Благодать и милость. И они радуются, слушайте. А нам ещё нужно растолковать, что нам необходимо. Спасибо большое, пастор Нурлан. Некоторые мысли, которые мне очень понравились, это объяснение, насколько великая радость. Радость, которую Бог даёт, она не может вместиться в рамки жизни обыкновенного человека. Затем, радость, источники этой радости. То есть, та радость, которую мы воспринимаем от Бога, она становится источником радости. То, что сказал Иисус, говоря об источнике, который Он передаёт. А это источник духа, это источник радости. Благодать, любви. Потом, это ободрение. Ещё больше держаться за Бога. Потом, замечательно, это мысль о творчестве Бога. Затем, как Его голос превращается, когда мы говорим, а Его голос звучит. И раскрывайте подарок, который Бог даёт. Спасибо, пастор Нурлан, замечательно. Сегодняшняя проповедь рождественская, я её назвал. Хорошо устроились. Повернитесь друг к другу и скажите. Хорошо устроились. Некоторые скажут, звучит как-то не особенно хорошо. И тогда мы это говорим с некоторым сарказмом, иронией. А нам нужно понимать. И понимать, и всё больше углубляться в ту парадигму, систему ценностей, в которой мы оказались. Мы действительно оказались в том месте, где мы говорим, мы хорошо устроились. А Господь как бы гладит нас, как детей. Правильно, вы хорошо устроились. Отец говорит, да вообще вы лучше всего устроились. Почему? Где мы находимся? Мы находимся в нём. Поэтому в послании к Кевисянам так трижды говорится мощно. И оживотворены в нём вместе с ним. Воскрешены в нём вместе с ним. Посажены в нём вместе с ним. Слушайте, мы здесь на земле, в Петербурге или в других замечательных местах этого мира. И мы в нём. Вы представляете, такая радость? Мы в нём, в Иисусе Христе. И всё Евангелие желает как раз на этом акцентировать всё наше внимание, что мы в нём. Только в нём мы можем полностью быть уверены в том, что я сейчас буду говорить. Итак, Евангелие от Луки, тот же самый отрывок, который так легкомысленно взял пастор Нурлан. Это замечательный отрывок, который множество проповедников говорят в эти дни. Это вторая глава Евангелия от Луки. Десятый стих, когда ангел явился пастухам в поле. Это вообще-то... Где пастухи были в поле? Вы сейчас увидите ещё одно воинство пастухов. И сказал, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Недавно один замечательный мой друг, который обучается евангелизировать, и он задаёт искренние вопросы, когда сталкивается со сложностями. Он говорит, что мне делать, когда я говорю, что Христос умер за тебя. А человек говорит, так он жил две тысячи лет назад. Как это он за меня мог умереть? Хороший, правда, ответ. Как это действительно? Для нас мы с вами разбрасываемся этими жемчужинами, этими бриллиантами. Это Бог, который знает нас. Ещё мы вчера разговаривали, на занятии по английскому языку долго разговаривали с внуком Иваном о том, как он пришёл. Он всё знал, вся эта вселенная ему известна, каждый из нас известен ему. Он так рад тому, что мы находимся в его сыне. Отец рад, сын рад, и тот, и другой держат нас в своей руке, а Дух Святой нас просвещает и старается привести в это место особенным образом. Итак, великая радость. В Духе мы радуемся. Вы знаете, я иногда думаю о Саввле, об апостоле Павлика, когда он ещё был Саввлом. И у него была там радость и некоторая, ну, я представляю, я представлял себя на его месте. Открываю свиток, Библию и читаю первую книгу царств про своего родственника Саула, который пошёл найти ослиц, а его разыскал Иисус. Ну, для Саввла, который читал это, ещё не звучало это имя Иисус. Его разыскал Яхве через Самуила. И потом он наблюдал, как были хорошие времена, были сложные времена, сложные, потому что Саул становился всё больше, снова возвращался в себя, в Саула, вместо того, чтобы быть вместе с Господом и в Его Слове. Когда мы в Его Слове – великая радость. И это слово должно быть, ну, нашим прямо погружением в Него. Саул зачитывался тем, что делал Давид и как он являл Господом. В своей жизни Саул решил – я буду таким же. Я взойду по лесенке иерархии в иудаизме. И он стал даже иудаизм защищать от этой вредоносной секты христиан внутри иудаизма. Сколько он старался и как Бог его любил. Почему? Потому что Богу было известно – это будет замечательный проповедник. Этот проповедник будет понимать Иисуса, он будет нести Слово Божье, он будет разговаривать и объяснять Слово Божье и евреям, и язычникам. А потом он скажет вообще, что, ну, друзья, евреи, собратья, вы не захотели слушать, вам первым нужно было принести это слово, а теперь что делать? Вы меня выгоняете, вы отказываетесь от Слова Благодати, я пойду к язычникам. А что язычники сделали? А обрадовались тому, что этот апостол пришел к ним, сам апостол Павел будет их обучать. Какое чудо. А у нас что? Сам апостол Павел, сам Иисус Христос, сам апостол Петр. У нас вообще вот эта вот книга, она теперь называется завершенной книгой. Мы имеем завершенную работу Иисуса Христа, поэтому ангелы, и вот этот ангел, который сказал, там родился в Бифлееме, владенец и спаситель, это когда еще, о, сколько лет пройдет, тридцать лет, прежде чем его объявят, и то не все поверят. Но ангел такой сияющий, замечательный, и потом он сказал странные слова, вы найдете младенца в кормушке для скота. И они пошли. Да, но перед тем, как они пошли, произошло еще одно событие. Тринадцатый стих. И внезапно явилось с ангелом, вот этим большим, великим ангелом, который провозглашал весь о Спасителе, многочисленное воинство. Небесное славящее Бога и взывающее. И вот три утверждения, которые звучат. Да я знаю, что их уже рассматривали миллионы раз. А мы с вами, как те дети, которые в еврейских семьях на Пасху просили отца, чтобы он объяснил, что такое Пасха. И каждое Рождество мы с вами читаем эти строки и восхищаемся. И я уверен, что восхищению вашему, как пастор Нурланд сказал, не будет размеров, не будет пределов, это будет божественная картина. Смотрите, они говорят, вышних на небесах здесь мы славим Господа. Когда младенцу приносят, например, когда я его, когда Инна родилась, потом Дима родился, Антон, и вот мне передавали как-то несподручно нести, тем не менее, Галя сейчас улыбается и говорит, я помню, как ты нес его с большой радостью несешь, приносишь в дом, здесь приходят гости, и все смотрят на этого младенца. И мы все вместе, этой большой семьей, также смотрим на этого младенца, для которого теперь все в этой семье. Он становится еще иногда, младенцев называют деспотами, то есть господами в семье, которым только пальчиком нужно шевельнуть, чтобы сразу же мама там, папа. Итак, слава вот здесь у нас сейчас, говорят ангелы, у нас здесь вообще такое веселье. Почему? Слушайте, то, что теперь ангелы будут изучать, у них никогда не было. Миллионы и миллиарды малышей, которые родятся в Иисусе Христе и будут еще творить через плоть всякие, ну, всякие штуки. А они будут перед собой ангелы видеть, только что напроказничал, и вот уже к отцу прибегает и говорит в Иисусе Христе, прости меня, Господи. Иногда бывают другие отношения к этому. Ты что же это так? И еще больше купают этого человека, который что-то такое сделал неправильно в том грехе, в котором он был. А Дух Святой, а Дух Святой хочет его перевести на ту высоту, которую ему предложил Бог. Именно в Иисусе Христе и именно в Иисусе Христе мы отражаем Его удивительную благость и удивительную благодать. Мы с вами-то здесь, на этой земле, оставлены только лишь для того, чтобы явить через нас Христа и говорить Христом и Духом Святым, и ухаживать, служить. А как мы будем это делать? Да мы хорошо устроились. Вы знаете, посмотрите служение Иисуса Христа Петру. Когда шторм и так далее, там лодку чуть ли она не переворачивает, они вычерпывают эту воду и вдруг видят призрака, который идет. Ой-ой-ой, мы умираем. Иисус сразу же говорит, он служит своим. Он говорит, да это я, это я. Петр тут же выскакивает, он такой импульсивный, интересный человек. Если это ты, то ты скажи мне, чтобы я пошел к тебе. Иисус говорит, иди. Петр смотрит на Иисуса, и ноги его ступают по пути Иисуса Христа. Христос служит ему. Это путь Иисуса Христа, по которому идет Петр. И вот здесь ангелы говорят, здесь у нас слава такая на небесах, а вот у вас там мир, здесь написано у нас на русском языке, и на земле мир, то есть мир в состоянии покоя. Да ладно. Но мы сейчас живем в такое турбулентное время, когда отовсюду всякие слухи идут, то там бабахнет, то здесь что-то такое. Где мир? Где мир? Ой-ой-ой, это вы, мы с вами. На земле его тела. На земле его верующие, до которых дошло, то, что сказал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5-е, 20-е. Мы, полномочные послы Иисуса Христа, говорим этому миру, примиритесь. Кто говорит? Господь. Духом Святым, через нас, своих послов. На земле мир в нас. Всегда ли мы говорим? Не, не всегда, но ничего не расстраивайтесь, еще больше будете говорить теперь. Смотрите. И на земле мир. Почему? Потому что в этих верующих благоволения Бога. А как еще вообще может быть? Тот, который своего сына отдал в жертву, еще до сотворения этого мира, весь этот мир был сотворен на этой жертве. Весь этот мир. Колоссянам 1 глава 19 стих. Это благая воля была, чтобы создать этот мир на Агнце Иисуса Христа. Он прежде всего не то, что Он сотворенный. Он единосущный за Отцом. Но как Бог Сын, Он принял на Себя это замечательное действие. Отец подарил Ему. Отец мог бы сам стать таким, но Он подарил это своему Сыну любви. И когда мы спасаемся, мы переходим в это царство любви, которым является Иисус Христос. На земле мир, который являют верующие в Иисуса Христа. И они сообщают об этом мире. И когда они это сообщают, то в нас есть какой-то такой духовный свет, который, вероятно, не виден, но иногда видят его. Не то, что сейчас отражение идет, а внутреннее. Мир, покой, любовь, служение, забота. Это невероятно. на земле. На земле мир верующих в Иисуса Христа. Мы не приходим с оружием. Мы не приходим с распрями, ссорами, с порами. когда мы в духе святом, мы с вами заговариваем и ждем, человек начинает говорить что-то свое, мы ждем просто очереди, когда скажем о мире, который Бог подарил нам. И а почему мы такие радостны? потому что Отец нам говорит, я тобой полностью доволен в Иисусе Христе. Как может Он быть нами недоволен, когда Он сказал своему Сыну, приводя Его на Его сессии инаугурации посвящение, что Он Мессия? Это Евангелие от Матфея, 3 глава, 17 стих. Вот мой Сын, Которым Я полностью доволен. А Иисус говорит в Евангелии от Иоанна в 17 главе с 21 по 25 стихи, Отец, я молю Тебя, точно так же, как я в Тебе и Ты во Мне. Я прошу Тебя, чтобы и вот эти поверившие Твоему Слову, Твоему плану спасения, чтобы они были в Тебе и во Мне. Вы слышите, какое чудо совершается-то? Отец говорит, показывая на сына, который вышел из вод Иордана, «Я полностью им тобой доволен». «Мы в Нем». И Он говорит, «Я полностью тобой, рожденный свыше человек, доволен». Более. Давайте еще посмотрим на одну деталь. Вообще, зачем понадобилось это знамение того, что происходило на день рождения Иисуса Христа на небесах? Вот открылись небеса. Когда перед Иоанном Богословом открылись небеса, он увидел сидящего, вернее, он увидел семь золотых светильников и ходящего между ними, между этими светильниками Иисуса Христа. Семь золотых святых свечей, церквей. Это его тело. И он, глава этого тела, он ходит внутри, вот этого организма, который теперь полностью его, и он просто как глава, как тот, который передает свои импульсы членам тела и поправляет. Ангелы показали интересную вещь. Я так думал, а почему ангелы не явились, допустим, царю Ироду? Почему ангелы не явились, вот такое воинство, не явилась Мария? А там один ангел пришел. Захария. Почему пастухам явились? Наконец сегодня это дошло до моей светлой головушки? Вы знаете, ведь подобная картина описывается в 32-й главе бытия. Когда Яков со своей семьей, большой семьей, со своими стадами имения, большим имением возвращается от Лавана отца его жен Леи и Рахиль. и ему встречается, и он должен будет встретиться с тем, кто его не любит и готов его убить, с братом Исавом. А Бог устраивает перед ним праздник, открываются небеса и Яков видит, там написано воинство ангельское. Что они делали? качали головами и говорили, ой-яй-яй-яй, тебе скоро с Исавом встретиться. Нет, они радовались. Это был радующийся лагерь воинства. Я представляю, как они могли Исаву махать своими крылышками руками и говорить Исаву и Якову. Яков, молодец, здорово, ты веришь, ты представляешь, что тебя ожидает. Мы вообще это уже знаем и они радуются. Какое предназначение у ангелов служить? служить, вести, приводить людей к спасению? Какое служение было у пастухов? служить? Заботиться о чистоте, о здоровье овечек? Причем особенных овечек, которых должно было подготовить к тому, чтобы их использовали как жертвенные животные. Какое предназначение у ангелов, как оно записано в послании к евреям, 1 глава, 14 стих, они служебные духи. Они своего рода тоже пастухи. Встретилось два отряда пастухов. На небесах радуются, и этим пастухам было объявлено, будет великая радость всем и вам. И они побежали туда, в Вифлеем, где и нашли в яслях, в кормушке для животных. Кого они нашли? Младенец. Младенец не бывает там в кормушках. Младенец бывает в самом лучшем уголке дома. Но бедственное положение было с одной стороны, а с другой стороны. Этот Агнец как бы говорил, ешьте мою плоть, пейте мою кровь. Он был рожден. И на одной из рождественских картин я видел чудесное отображение жизни Иисуса. Вот владенец, кормушка для скота. Он лежит на какой-то простыночке, наверное, не помню точно, среди сена, которая предназначалась для пищи животных. И такой освещенный, а сверху тень креста, который произойдет в его жизни. и благодаря тому, что этот младенец был предназначен для жертвы, у нас великая радость. Мы с вами благодаря Иисусу Христу имеем совершенно другую природу внутри. Это природа, исповедующая покой, мир с Богом. Бог это сделал. Он примирился с нами через своего Сына. И потом это, этот мир и покой разносят через нас, как официантов удивительного большого пира съешь, а вот тебе. Поэтому мы говорим с вами о единственном пути спасения. Это Иисус Христос, это жертва. Мы с вами читаем эти слова, давайте вчитываться и вчитываться. Слава Вышних Богу и на земле мир вот в этих людях, которые веруют. На земле могут быть войны, могут быть распори, катастрофы, но там есть самый главный мир. Это мир Бога, который заключил его в Иисусе Христе с нами грешными, а мы поверили и стали иметь его благоволение. Так хорошо устроились каждый день, читая эту книгу, мы понимаем, что и книга является хорошо устроились, и царство его хорошо устроились, и его служение для нас, это и Дух Святой, кто такой Дух Святой? Утешитель. Утешая нас, Он хочет показать, слушайте, люди, идите, то же самое будет и с вами. Вы обнаружите, успокойтесь от своих дел. Труждающиеся и обремененные Евангелие от Матфея 11, глава 29 по 30 стихи 31. Труждающиеся и обремененные придите ко мне, говорит Иисус, тот самый младенец, явившийся сюда, разговаривающийся, разговаривающий на обыкновенном языке. Это язык жизни, которую он являл. И те люди, которые принимали эту жизнь, они говорили, а, благодать на благодать, слушайте, сегодня я с ним был, благодать на благодать, там, благодать на благодать. Апостол Петр, ну, вообще, расстроился, когда, накануне казни Иисуса Христа, страшно расстроился, он трижды отрёкся от него, ну, трижды отрёкся, прямо в тот момент, когда Господь нуждался в нём больше всего, и он не смог это сделать, и вот он готов вообще всё бросить, потому что из него не получилось ни евангелиста, ни пастуха людей. Что делай-то Иисус? Хорошо устроился, Пётр, у тебя сегодня великий день, двадцать первая глава Евангелия Атамы. Я тебе не дал ни одной рыбёшки, взгляни на все эти пустые, а теперь послушай, забрось по правую сторону, и ты узнаешь всё, узнаешь, как ты хорошо, устроился. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны тебе за это чудо пребывания и проживания в тебе и в твоём слове. Благодарим тебя, Господи, за то, что это такая радость быть теми, кто воспринимает твой мир, покой, Духа Святого, и служить, и служить, и служить, и служить, раздавая самое лучшее, что может быть, чем один человек может послужить другому человеку спасением через Иисуса Христа. Это действительно покой в семье, покой во взаимоотношениях, с коллегами, с детьми, с родителями. Это вообще чудо, когда мы с вами делаем так, чтобы эта книга не отходила от уст наших, то тут весь мир, потому что в Иисусе Христе Он взял нас, те, которые были внизу, в грязи, и сотворил, что мы выше, чем ангелы. А ангелы, глядя на нас в Иисусе Христе, говорят, свят, свят, свят. Отец наш Небесный, благословите слова, которые мы услышали. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего спасителя. Примите его сегодня. Скажите простые слова и в вашем сердце. Дорогой Иисус, я грешный человек. Я хочу этого праздника, этого покоя, новой жизни. Прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, приведи в живую церковь, раскрывай свое слово. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Благослови Вас, Господь Бог, это вообще было чудесно. Это было чудесно.